Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль, меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях. Смотрим новую серию, но для начала коротко о том, что вас ждет в ближайшие 5 минут. Под самый корешок барнаульцы спрашивают, когда на улицах города появятся долгожданные дорожные знаки. Путь в никуда, почему дорожные службы не договорились с коммунальными. Джунгли зовут, какая может быть трава у дома. Внимание, розыск! Жители Барнаула объявили поиск дорожных знаков, пешеходный переход. Основные приметы – цвет, традиционность, бело-синий, 3 метра в высоту. Последний раз их видели в районе пересечения улицы Телефонная Юрина, скрываются от местных пешеходов. Исчезли примерно месяц назад и до сих пор не вернулись. Пропажа случилась на этом месте. Знаки скрылись в неизвестном направлении. Вот уже несколько недель здесь их нет. А были, говорят местные жители. Добавляют столбики с табличками, убрали, когда начался ремонт полотна. Думали, их вернут обратно сразу же, но, похоже, ошиблись. В итоге из четырех вариантов, где могут быть вкопаны знаки, стоят они только в одном. Горожане просят установить их еще в оставшихся трех. Аргументы – слишком плотный автомобильный трафик. Порой приходится рассчитывать на вежливость у некоторых водителей. По-другому улицы Юрина и Телефонную говорят просто не перейти. Барнаульцы все же надеются, что дорожные службы наконец-то устранят проблему. Ну, конечно, неудобно без пешеходного. В этой ситуации все дороги ведут к чиновникам, уверяет юрист Дмитрий Лебедь. Там обращения будут обязаны рассмотреть. Так как первоначально ремонтные работы, скорее всего, курировались администрацией города Барнаула, то для решения сложившейся ситуации жителям необходимо написать письменное заявление в администрацию города Барнаула с просьбой пояснить причину как раз сноса знаков перехода и также возможные сроки возвращения данных знаков или монтажа нового перехода. В случае отсутствия ответов, также без действия должностных лиц, обратиться в районную прокуратуру. Не совсем обычный, вообще-вообще необычный пешеходный переход появился на одной из улиц Барнаула. Дело в том, что перейти по нему, строго следуя правилам дорожного движения, просто невозможно. Мастера, к удивлению прохожих, вкопали столбы и нанесли дорожную разметку, которая не то что не снизила аварийность, а наоборот ее только увеличила. Новые знаки, новая разметка получаются, если точно следовать правилам дорожного движения, то путь с одной стороны на другую заканчивается банальной помойкой. Горожане в шутку назвали этот пешеходный переход На пересечении переулка Трудового и улицы Песчаной путь в никуда. Вопросов здесь масса, большая часть адресована, конечно же, дорожным службам. В итоге Барнаулица обходит это место стороной. Правда, для пересечения проезжей части приходится пользоваться этой самой проезжей частью. Аварийность увеличилась, хотя изначально по задумке авторов этого нелепого проекта должна была снизиться. Плюсом мастера наносили в свое время зебру, которая тоже ведет в ту же самую помойку. Знаки и разметка оказались бесполезны. Пожалуйста, я бы не смогла. У меня свой частный дом, я живу в поселке авиаторов, у меня такого нет. Трава у дома, им уже снится в страшных снах. Некогда уютный двор в одной из многоэтажек Бийска стал напоминать непроходимые джунгли. Пропалывать сорняки должны сотрудники управляющей компании. Вот только этого они, увы, не делают. Смотрим картинку. Здесь словно наступил сезон закрытых окон. Все дела в комарах. Насекомых здесь уже неприличное множество, уверяют бичане. Впрочем, еще бы. В таких-то зарослях им комфортнее всего. Поросло травой место встреч коммунальщиков. Жители, глядя на их бездействие, занялись долгим и неувлекательным диалогом. В итоге безрезультатно. Двор дома с номером 227 и дробью 2 по улице Красильникова сейчас похож скорее на плантации. Если вот рядом ТСЖ, он каждый день почти косит. Каждый день. Он уже надоел этой погремушкой. Это самое косит и косит. Ну, там порядок. А дворник этот возит. Вот этот дом тоже относится к указа речи. Ну, а я уже сказала, что дробь 2 и 3. То есть вот этот двор. Да, да. Вот это заросший. Все заросший. Это дробь 2 и дробь 3. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барновале прежний 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok